С 8 августа на кладбище Бодолык ограничат захоронение. Связано это с тем, что мест на городском погосте больше нет. Однако стоит отметить, что Бодолык не закрывают. Будет возможно проводить захоронения семейные, родовые, религиозные и воинские. В связи с этим шинное кладбище решено расширить. В администрации города уже приняли решение об увеличении площади погоста на 25 гектаров. По предварительным оценкам, места хватит на 4 года. Также будут проведены работы по благоустройству, а именно отремонтируют дорогу, автобусную остановку, сделают ливневой канализацией и установят освещение. В планах и увеличить количество маршрутов до кладбища. По словам заместителя главы города, подобные меры дают время на поиски земли для строительства крематория и нового кладбища. Думаю, что в ближайшее время определиться как раз с какой-то землей, которая, значит, необходима действительно под именно новое кладбище создания города Красноярска. И я думаю, что будут урегулированы вопросы по крематорию. Спланировано о том, что здесь уже решение есть о том, что будет четвертая шинная дорога, когда мы поднимаемся в верхнее кладбище, будет отремонтирована, сделано будет водоотведение, а также сделано освещение. Кроме того, здесь на входе будет входная группа освещения. То есть это позволит, во-первых, круглогодично на кладбище шинников запускать и двигаться общественному транспорту, что у нас раньше не было.